Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горяч в компании FreshForex. Сегодня у нас понедельник, 17 ноября, началась новая торговая неделя, с чем я вас поздравляю. И мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор валютного рынка. Начнем по традиции календаря событий. Сегодня у нас запланирована публикация двух интересных релизов, час дня по Москве. Мы получим данные из еврозоны по торговому балансу за сентябрь. И в 17.15 в московскому времени мы получим данные из США, изменение объема промышленного производства за октябрь. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. В пятницу на нашем вебинаре мы говорили о том, что на некотором росте котировок пара евро-доллар в область 24.50-25 ровно. Вот такую мы выделили область в пятницу. Можно открывать шорты по паре евро-доллар с целью 24 фигуры. То есть, ожидали мы тестирования 24 фигуры. Наш сценарий в пятницу был отработан. После вебинара мы проросли до отметки 24.71. И затем мы снизились в начале американской сессии до отметки 23.98. То есть, 24 фигуру мы слегка протестировали. Было касание чуть ниже 24 фигуры. И затем мы наблюдали отскок. В пятницу мы говорили о том, что ожидаем хорошей статистики из Штатов. По розничным продажам ожидали выхода данных чуть лучше медиана прогнозов. Так оно и случилось. Медиана прогноза была 0.2. Данные вышли 0.3. То есть, наш сценарий отработан. Также позитивные данные по потребительской уверенности. Данные вышли очень хорошими, показав 7-летний максимум. В целом, на этих позитивных данных мы увидели рост американской валюты. Однако, затем крупные участники рынка, инвесторы, они решили фиксировать прибыль. По шортам мы наблюдали мощный отскок. Причем отскок мы наблюдали абсолютно по всем валютным парам. То есть, доллар снижался у нас не только, допустим, против евро, но также и против британского фунта. Также против японской иены. Где-то больше снижался, где-то меньше. Также мы наблюдали рост, допустим, и в нефти, рост в золоте. То есть, наблюдалось закрытие лангов по доллару против, скажем так, основных активов, против основных конкурентов. И в этой связи мы увидели закрытие недели выше 25-й фигуры. Вот на нашем сайте, в разделе аналитиков, фреш-прогнозов, я также публикую ежедневные и еженедельные обзоры. И вот в сегодняшнем ежедневном обзоре, который я, скажем так, составил еще на выходных, в пятницу начал составлять и в субботу завершил. Так вот, там я выделил область 25-55-25-85, куда пара евро-доллар может подрасти. Я это ожидал, что такую область мы достигнем как раз именно на публикации данных по торговому балансу, потому что здесь можно ожидать умеренно позитивных данных, либо на уровне медианопрогнозов, либо чуть лучше, поскольку девальвация евро оказывает благоприятный эффект на торговый баланс с одной стороны. И пятничные данные по ВВП еврозоны, мы получили данные на 0,1% лучше медианопрогнозов. Мы об этом также говорили, что можно ожидать либо данных на уровне медианопрогнозов 0,1, либо чуть лучше 0,2. Больше ожидать не стоит, потому что предпосылок для этого нет. И вот как раз позитивные данные по ВВП также указывают на то, что торговый баланс мог в сентябре быть достаточно хорошим, потому что чистый экспорт – это составная часть ВВП. И как раз вот именно на этих данных я и ожидал роста в область уровня сопротивления 25-77. Тем не менее, мы сейчас уже в азиатскую сессию достигли этой отметки. Если вы посмотрите на графики, у нас текущий максимум дня по евро-доллар 25-77, то есть он полностью совпадает с уровнем сопротивления 25-77. Пункт в пункт, и мы от него отбились, что еще раз подтверждает силу уровней поддержки сопротивления. Уровни работают достаточно неплохо. Что касается уже дня текущего, то поскольку цель, которую я определил сегодня, скажем так, большую часть дня, она уже была выполнена в азиатскую сессию, то сегодня мой взгляд по паре евро-доллар – такая, скажем, боковая тенденция. То есть сегодня бы лично я воздержался от торгов паре евро-доллар, потому что очень резво мы сходили быстро вверх, теперь мы снижаемся. Возможно, на 25-й фигуре у нас будет отскок опять вверх, возможно, мы будем на 25-й фигуре консолидироваться. Поэтому сегодня я бы побыл в паре от пары евро-доллар в стороне, потому что, скажем так, все цели, которые сегодня были бы интересны, они реализованы. Единственное, что хотелось бы отметить, сегодня у нас также релиз по промпроизводству в Штатах. Сильный рост производственного индекса АСМ указывает на выход позитивных данных, и в этой связи мы сможем увидеть некоторое усиление американской валюты во второй половине дня. Однако вполне возможно, что особо сильного спроса на доллар мы сможем и не увидеть, потому что пока что в целом у нас наблюдается такая краткосрочно негативная картина по доллару, то есть именно фиксация прибыли. В целом ничего не изменилось, если посмотреть, допустим, на недельную динамику по товарному рынку, по фондовому рынку, по рынку облигаций, то здесь в целом особо никаких изменений нет, то есть по-прежнему доллар является фаворитом, но тем не менее фиксировать прибыль по лангам, по доллару, допустим, и по шортам евро-доллар необходимо, что нам и продемонстрировали участники рынка в паре евро-доллар во второй половине американской сессии. Поскольку у нас данные вышли в пятницу крайне позитивные по Америке, и на этом фоне мы увидели фиксацию прибыли, это нам говорит о том, что как раз именно институциональные инвесторы, то есть крупные фонды, пенсионные, страховые, хедж-фонды, они именно фиксировали прибыль, потому что именно на позитивных новостях институты, финансовые институты, хедж-фонды, пенсионные, страховые фонды, корпоративные клиенты, они именно закрывают свои позиции, то есть когда, допустим, розничные клиенты на позитивных новостях, наоборот, допустим, они покупают доллар, то именно институты финансовые, они закрывают свои ланги, тем самым эти контракты переходят розничным клиентам, розничные клиенты, допустим, в пятницу шортили евро-доллар, причем я на нашем вебинаре как раз именно говорил о том, что ожидают 24-й фигуры, у нас как раз уровень был, если вы помните, 1.23.94 в пятницу, второй уровень поддержки, как раз я сказал, что вот можно ожидать все движения в эту область, мы дошли до 23.98, то есть 4 пункта не дошли, как раз в четверг, когда у нас уровни поменялись, у нас до этого уровень был 24.07, потом стал 23.94, меня спрашивали, почему уровни поменялись, как раз я сказал, что теперь уровень 24.07, он не актуален, актуален уровень 23.94, смотрите за ним, как раз вот мы в пятницу и снизились в эту область, то есть мы 4 пункта не дошли до второго уровня поддержки и затем наблюдался отскок, поэтому если вы, допустим, в пятницу не жадничали, то могли заработать на этом, продав, допустим, по 24.70 евро-доллар, на 24-й фигуре зафиксировать, как я об этом говорил в пятницу, но тем не менее не все, допустим, любят не жадничать, многие трейдеры любят жадничать, особенно розничные трейдеры, жадность присуща абсолютно всем трейдерам и, допустим, финансовым институтам, тем же самым хедж-фондам, допустим, у которых торгуют трейдеры, там тоже очень много жадных людей, как раз почему хедж-фонды многие банкротятся, поэтому если, допустим, в пятницу не жадничать, то можно было на этом заработать. Тем не менее, получаются розничные клиенты, они шартили евро-доллар, институты, они выходили из лангов, из шартов по евро-доллару, из лангов по доллару, и в итоге мы наблюдали отскок, поэтому сегодня, на мой взгляд, нас ожидает боковая тенденция, 25-я фигура, 25.77 между первым уровнем поддержки и первым уровнем сопротивления, поэтому сегодня я бы лично пробыл в стороне от пары евро-доллар. Сегодня из трех основных валют, евро-доллар, фунт, доллар-доллар, у нас есть интересная одна валютная пара, где очень интересные сигналы, об этом мы поговорим чуть позже. Пара евро-доллар на текущий торговый день по этой валюты паре пока что интересных сигналов у нас нет. Так, в 5 вечера, так, значит, начнем по порядку. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. У нас на сегодня уровни поддержки 25, ровно 24.39, уровни сопротивления 25.77, 26.13. Так, значит, здесь люди пишут, кто сколько где купил, но мы тогда об этом говорить не будем. В 5 вечера выступает Драги, что можно ожидать? Вы знаете, пока что сегодня лично я особо сильных комментариев от Марио Драги не ожидаю, поэтому, конечно, он может сделать какие-либо заявления, но в целом я сегодня не ожидаю, чтобы узнал какие-то серьезные заявления. Так, сегодня интересная пара австралийский, доллар. Виктор, большое вам спасибо за ваш комментарий, но мы на нашем вебинаре сегодня пару австралиец, доллар австралийский, доллар американский не рассматриваем, поэтому говорить о данной валютной паре сегодня не будем. Перейдем к обзору пары фунт-доллар. Уважаемые коллеги, если у вас появятся вопросы по паре евро-доллар, обязательно их задавайте, пишите свои вопросы в чат, и я на них с удовольствием отвечу. Ну, а мы пока перейдем к обзору пары фунт-доллар. В пятницу мы также говорили о том, что на росте котировок в области 57-й фигуры на нашем вебинаре в пятницу можно открывать шорты, то есть шортить пару фунт-доллар, и мы тогда определили цель 21.5650, то есть от 57-й фигуры 50-пунктовый диапазон, то есть потенциал для снижения 50 пунктов мы выделили. Я в пятницу говорил о том, что пара фунт-доллар сейчас краткосрочно так сильно перепродана, и в этой связи можно ожидать, что после некоторого снижения найдутся много желающих, которые будут фиксировать прибыль, и тем самым лучше не жадничать, допустим, на 56-50 зафиксировать прибыль, и тем самым потом побыть в стороне от рынка, потому что если мы нарвемся на эту волну фиксации прибыли, то мы можем получить убытки. В итоге в пятницу мы после вебинара подросли до 56.96, то есть 4 пункта не дошли до 57-й фигуры, стали снижаться, протестировали слегка 56-ю фигуру, и затем здесь также, как и в паре евро-доллар, наблюдалась фиксация прибыли, о чем мы и говорили, то есть пара фунт-доллар завершила торговый день в пятницу на отметке 1.5668, то есть пофиксировали прибыль, и вот сегодня на нашем сайте в разделе аналитиков фреш-прогноз, по паре фунт-доллар я указал, что с учетом фиксации прибыли, это именно технический фактор, и ничего в целом пока не изменилось, паре фунт-доллар фундаментально, то есть по-прежнему здесь присутствует негатив из Великобритании, и позитив из Штатов, в этой связи тренд бычий по доллару и медвежий по фунту, то есть медвежий тренд по паре фунт-доллар, но с учетом фиксации прибыли можно ожидать рост котировок в область уровня сопротивления 57.20. В целом я ожидал, что мы потихонечку будем расти, потому что пятницу мы завершили на отметке 56.68, то есть присутствовал потенциал для роста 52 пункта, и я ожидал, что в течение дня мы это реализуем, однако опять мы реализовали это очень быстро в азиатскую сессию, и сейчас в момент предель нашего вебинара котировка уже 1.5689, то есть ниже отметки 57 фигура, и сегодня, на мой личный взгляд, тоже лучше побыть в стороне от данной валютной пары, потому что завтра у нас очень интересный отчет, очень важный отчет, завтра данные по инфляции, и в этой связи, безусловно, завтра у нас будет сильная реакция участников рынка, ну а сегодня, поскольку мы цели по коррекции, по такой краткосрочной внутренней коррекции быстро реализовали, поэтому, наверное, сегодня лучше побыть в стороне, если бы сегодня у нас, допустим, сейчас к моменту предельного нашего вебинара котировка была бы 56.89, такая она текущей является, но мы бы не подросли к 57.20, тогда можно было говорить, что у нас еще есть потенциал для роста котировок, и можно попробовать на этом заработать. Тем не менее, очень быстренько мы все в азию реализовали, коррекционные движения. Теперь встает вопрос, либо мы еще можем немного подрасти, то есть выше текущих дневных максимумов, текущий максимум дневной 57.34, либо, допустим, мы будем на этом месте находиться, либо немного снизимся, то есть встает вопрос, когда у нас есть вопросы, наверное, тогда лучше ничего не делать, все же лучше искать наиболее сильные сигналы. В целом расстраиваться не стоит, потому что на минувшей неделе, мы говорили, и в среду надо шортить пару фунт-доллар, и в четверг, и в пятницу, то есть можно было на этом заработать, и неплохо. То же самое и на паре евро-доллар, у нас были сигналы, которые отработаны. Поскольку сегодня коррекционные сигналы, которые, допустим, я определил на выходных, они очень быстро реализовались, не в течение дня, а рано утром, поэтому в целом переживать за этого не стоит. Можно побыть в стороне, и уже завтра, допустим, присматриваться к паре фунт-доллар, потому что завтра у нас очень важный отчет, завтра у нас ежемесячный релиз индекса потребительских цен за октябрь, данные по инфляции. Уровни поддержки и сопротивления на текущий торговый день, уровни поддержки 1,5673, 1,5604, уровни сопротивления 1,5720, 1,5750. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Так, меня почему-то выкинуло, если можно коротко еще раз об евро-доллар, заранее спасибо. Лидия, конечно же можно. Что касается пары евро-доллар, то сегодня на нашем сайте, в разделе «Налитика фреш-прогноз», вот я сейчас скину ссылку, если кому интересно, можно почитать. Вот там я указал цели коррекционного роста и по паре евро-доллар и по паре фунт-доллар на сегодня, они сегодня все реализовались, по евро-доллару 25.77 на сегодняшний максимум, я определил цель для роста 25.55, 25.85, вот эту область, где пара евро-доллар может примерно сделать остановку на коррекционном росте. В итоге мы это достигли, и мое личное мнение, сегодня лучше побыть в стороне от пары евро-доллар, так и побыть в стороне от пары фунт-доллар. А уже завтра, допустим, присматриваться к открытию позиции, то есть завтра может быть гораздо более интересной ситуацией. Сегодня мы очень быстро реализовали цели коррекционные, те цели, которые я для себя обозначил, возможно, мы еще будем выше корректироваться. Пока что вот именно на понедельник мне виделись именно эти уровни коррекции, то есть уровни 25.77 сопротивления по евро-доллар, 20, простите, 57.20 по паре фунт-доллар. Мы их реализовали, реализовали очень быстро, теперь встает вопрос, что же мы будем делать дальше, либо консолидация, то есть боковик, либо еще немного подрастем. И, в общем, гадать не будем, лучше всего не гадать, нам необходимо искать сильные сигналы, пока что здесь сильных сигналов нет, пока что не видится боковик, поэтому лучше сегодня побыть в стороне, а вот уже в паре доллар-японская иена, о которой мы сейчас поговорим, здесь более сильные сигналы, и сейчас мы перейдем к обзору пары доллар-иена, после того, как я отвечу на вопрос. Так, поступили два вопроса, сейчас я на них отвечу, и мы поговорим уже о хороших сигналах на текущий торговый день по паре доллар-иена. Так, в пятницу были хорошие данные по розничным продажам, результат частные инвесторы шартили пару евро-доллар, а крупные фонды закрывали иные позиции. Вопрос, такой сценарий возможен при повышении процентных ставок, если на слухах о повышении процентных ставок валюта крепчает, а когда ставки действительно повысят, крупные игроки начнут фиксировать прибыль. Большое спасибо за вопрос, вы знаете, скажем так, ваше мнение немного, не с того начали, вы не с того начали немного рассуждать, то есть, те данные, которые были в пятницу, они, скажем так, конечно, имеют некоторое отношение к ставкам, допустим, к ставкам в штатах, по федеральным фондам, однако, это в целом, пока еще рано забегать вперед, то есть, думать о повышении ставок. Данные, безусловно, хорошие, данные являются розничной продажей компонентом личных расходов, индекс Core PCI, который Федрезерв использует для того, чтобы отслеживать потребительскую активность, а также, как она влияет на инфляцию, то есть, один из инфляционных компонентов, но, тем не менее, пока что еще рано об этом говорить, что у нас на фоне вот такого, понимаете, у нас розничные продажи вышли 0,3, то есть, 0,3 за месяц, если, допустим, у нас был прирост 1,5%, то, безусловно, это сильный такой рост, то есть, можно было задуматься, допустим, о росте инфляции. Тем не менее, 0,3 это позитивно, но не настолько радикально позитивно, чтобы сразу же думать о всплеске инфляции, и после всплеска инфляции ФРС будет задумываться о росте ставок. То есть, сейчас крайне рано говорить о росте ставок, о росте ставок, на мой взгляд, можно будет говорить уже в начале 15-го года, не раньше, то есть, там, февраль, допустим, март, вот тогда уже активно будут муссироваться слухи о росте ставок, и тогда уже можно будет об этом думать. Сейчас это просто, на мой личный взгляд, именно такая краткосрочная игра, то есть, крупные участники рынка втянули вниз розничных клиентов, которые зашортили, зашортили ниже 2,4 фигуры, и тем самым они разгрузили часть своих позиций по шортам в паре евро-доллар, разгрузили на этих розничных клиентов. Если вы посмотрите, допустим, на внутридневную динамику, вот мы проводили недавно, пару дней назад, тематический вебинар про внутридневной трейдинг, мы рассказывали про особенности торговли, рассматривали преимущественные недостатки, тогда я говорил о том, что необходимо смотреть на локальный минимум максимум, а также середину дня, то есть, это минимум плюс максимум делим на 2. Так вот, перед американской сессией у нас локальный минимум был 24.26, и мы на хороших новостях снизились на 23.98, то есть, получается, 28 пунктов мы сходили вниз. Естественно, что многие, допустим, розничные трейдеры, они торгуют именно стоп-ордерами, то есть, они торгуют на пробой, допустим, на пробой либо максимума, либо минимума, и тем самым уже дальше, допустим, двигаются по направлению пробоя, там ставятся стопы и тейк-профиты. Крупные клиенты, я уже много раз об этом повторял, они торгуют либо buy-лимит, либо sell-лимит, и поэтому, допустим, 24.26 у нас по той же самой паре евро-доллара, допустим, сам популярный валютный пара, мы сейчас о ней поговорим, просто пару слов, у нас было минимум перед Америкой, началась американская сессия, вышли позитивные данные, в итоге мы рванули вниз, 28 пунктов сходили вниз, по-любому, получается, уже практически все ордера розничных клиентов, они были сработаны. Допустим, кто-то ставит на пробой три пункта, вот максимум, либо минимум, в нашем случае минимум, кто-то ставит 5 пунктов, кто-то ставит 10, кто-то ставит 15, то есть, допустим, там 3-4 пункта может быть ложный пробой, поэтому некоторые трейдеры ставят больше, там 10-15 пунктов, тем не менее, все равно захватили всех, всех розничных клиентов захватили, то есть, пробои сработали, новости позитивные, все думают, что, ну вот она, 23 фигура у нас уже маячит рядом, скажем так, все, все, уже скоро мы дождемся 23 фигуры, тем не менее, нет, в итоге разгрузились на 25 фигуру, пошли вверх, почему, как раз я об этом вам и говорил в пятницу, что 24 фигура ожидаем тестирования и больше тестировать лучше не ожидать, то есть, на 24 фигуре фиксируем прибыль, лучше всего не жадничать, потому что, в целом, все на это указывало, что могут крупные участники рынка пофиксировать прибыль, почему я вам, как раз, про 24 фигуру и говорил, то есть, я вас предупреждал, я надеюсь, вы, скажем так, этим советом воспользовались, тем самым, вы смогли бы именно заработать на снижение евро от, допустим, 24,70, а не потерять, не получить стоп-лосс, поставив, допустим, на пробу и тем самым, ждав 23 фигуру, поэтому, пока что, о ставках говорить еще крайне рано, эти данные, они такие краткосрочные, о ставках будем говорить, наверное, в феврале, не раньше, сейчас у нас ноябрь, 17 ноября, еще доставок до слухов о повышении ставок еще крайне долго, к тому же, если вы посмотрите на нефть, энергоносители, там не просто цены снижаются, там просто гигантские распродажи, гигантские распродажи по нефти, это крайне негативный фактор для инфляции, поэтому, о каких повышениях ставок может идти речь, когда у нас нефть валится 4 месяца подряд вниз, вот, допустим, 17 по Brent уже сходили на 70, там, сколько у нас в пятницу был минимум, 76,85, то есть, грубо говоря, мы на 40 долларов сходили вниз, там почти 40% мы упали, там 35%, о каком росте инфляции сейчас может идти речь, когда у нас такие большие распродажи гигантские по нефти, сейчас, скажем так, об этом даже и речи не может быть, меня тоже выкинул, и это было не в первый раз, фиксация прибыли была не по конкретным парам, а по доллару, это наводит, так, это наводит на ряд размышлений, одно из них, может, вот она, долгожданная коррекция, ведь, кто фиксировал, у того больше информации или что-то еще, Николай, вы совершенно правы, я тоже об этом отмечал в начале вебинара, что фиксация прибыли была не только, допустим, по евро-доллар, но также и по фунту, и по доллар-иене, по доллар-иене меньше всех фиксация прибыли была, но там тренд очень сильно восходящий, мы об этом в пятницу также говорили, и фиксация прибыли была по нефти, по золоту, и так далее, и тому подобное, действительно, была по доллару, то есть индекс доллара у нас в пятницу, допустим, если посмотрим на индекс доллара, он у нас обновил недельные максимумы, и максимумы текущего месяца, после, затем стал снижаться, свечка такая у нас разворотная получилась, но еще необходимо дождаться подтверждения, то есть первый сигнал по индексу доллара такой разворотный на дневных свечках, но тем не менее, и неделька тоже такая разворотная свечка, если вы посмотрите индекс доллара с торговым терминалем Медтрейдер 4, была фиксация именно по доллару, но пока что необходимо дождаться подтверждения, вы помните, наверное, уже несколько раз, допустим, маячила перед нами такая коррекция по доллару техническая, тем не менее, в итоге, что мы увидели, мы увидели уровни ниже и по евро-доллару, фунт-доллару, и по доллар-иену, там вообще мы забрались крайне и крайне высоко, поэтому дождаться необходимо коррекции, то есть опять первый звоночек на коррекцию поступил, посмотрим, что же будет дальше. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена, сегодня в фокусе внимания трейдеров, безусловно, релиз по ВВП Японии, у нас, скажем так, такой вот период релизов по ВВП, мы получили в конце октября данные по ВВП штатов, там сильный прирост 3,5, на минувшую неделю данные по ВВП еврозоны, там 0,2, то есть прирост есть на Украине минимальный, и сегодня у нас были опубликованы данные по ВВП уже Японии, стоит отметить, что увеличение налогов с продаж, которое у нас в Японии состоялось 1 апреля, сильно ударило по экономике, страна восходящего солнца уже два квартала, в течение двух кварталов подряд в стране восходящего солнца наблюдает снижение личного потребления, это крайне негативно для темпов экономического роста, потому что на личное потребление приходится порядка 60% всего ВВП, то есть если оно снижается, значит это крайне негативно для темпов экономического роста, и в этой связи, причем снижение личного потребления наблюдается, несмотря на умеренный рост заработных плат, это тоже крайне негативный сигнал, то есть заработные платы умеренно растут, у людей появляется немного больше денег, чем допустим раньше было, но тем не менее, они не спешат делать покупки, и личное потребление по-прежнему крайне-крайне слабое, оно у нас, релизы по личному потреблению постоянно у нас показывают отрицательные отчеты, то есть данные выходят в негативные области. Японские спортеры в третьем квадрате также себя чувствовали менее уверенно, об этом нам и говорил и Банк Японии, также на это нам указывали релизы по торговому балансу, то есть экспорт рост, но импорт рост более быстрыми темпами, в итоге у нас наблюдался отрицательный чистый экспорт. Чистый экспорт, это экспорт минус импорт. В итоге, если, допустим, значение положительное, значит у нас наблюдается чистый экспорт, если значение отрицательное, наблюдается отрицательный чистый экспорт. Если у нас наблюдается отрицательный чистый экспорт, это крайне негативно, в том числе и для релиза по ОВП. В этой связи сегодня мы увидели очень слабые данные по ОВП Японии. В итоге мы увидели снижение минус 0,4% за квартал, то есть два квартала подряд японская экономика показывает снижение, то есть мы видим по японской экономике, что она вошла в рецессию, в технической рецессии, когда у нас два квартала наблюдается сокращение ВВП, то есть два квартала подряд ВВП находится в отрицательной области. Япония у нас вошла в рецессию, безусловно, это крайне и крайне негативно для японской экономики, а также для японской валюты. Что мы в итоге увидели сегодня по внутридневной динамике? В взятскую сессию на этих негативных новостях мы увидели рост до 117 фигуры, 118.05. Мы слегка протестировали 118 фигуру, 118.05 у нас максимум, после чего фиксация прибыли. Крупные участники рынка стали фиксировать прибыль, и мы быстренько, очень быстро скатились вниз на 115.45, и текущая котировка уже 115.93, то есть мы, получается, дошли до уровня поддержки первого 115.58, и сейчас мы растем, уже находимся чуть выше первого уровня сопротивления 115.92, но мы находимся сейчас на этом уровне 115.93, текущая котировка. В этой связи у нас получается очень сильный сигнал, то есть мы видим, что японская экономика вошла в техническую рецессию, это сигнал бай по паре доллар-японская иена. Если, допустим, по парам евро-доллар-фунт-доллар, сегодня мы очень быстро реализовали коррекционные движения, и в этой связи пока что там получается у нас боковик, лучше побыть в стороне. Сигналов сильных нет на сегодня. Так вот, по паре доллар-японская иена сегодня очень сильный сигнал. Безусловно, рецессия это крайне негативно как для экономики, так и для валюты, поэтому на снижение котировок участники рынка вновь будут открывать ланги по паре доллар-японская иена. Поэтому сегодня ищем точки для того, чтобы открывать ланги. Уровни поддержки у нас на сегодня 115.58, 114.98, уровни сопротивления 115.92 и 116.34 на текущий торговый день. Текущая котировка 115.98 и в этой связи, допустим, можно ожидать, на мой взгляд, наиболее эффективно открывать позиции на снижение котировок. Допустим, куда-нибудь в область 115.70, хотя бы первый уровень можно определить для открытия лангов. Второй уровень, допустим, на минимуме текущего дня или даже чуть ниже у нас минимум 115.45. То есть, допустим, первая покупка можно определить 115.65, вторая покупка 115.40 и третья покупка 115.00 ровно по паре доллар-японская иена. И ждать похода на 117.00 фигуру. Вот такая цель на сегодня, на завтра, то есть на ближайшее время по паре доллар-японская иена. Здесь тренд восходящий, он устойчивый и сегодняшний сигнал о технической рецессии в Японии. Это вновь нам указывает на то, что тренд по-прежнему будет актуален. Тренд будет очень сильный и восходящий по паре доллар-японской иена. Иена по-прежнему будет под давлением. Ультрамягкая политика, монетарная банка Японии, она также играет на руку быкам по паре доллар-японской иена. Поэтому все факторы нам указывают на рост. И в этой связи ожидаем некоторого снижения котировок для того, чтобы формировать ланги по паре доллар-японской иена. Тем более, мы наблюдаем, что в Азию у нас уже определенная часть трейдеров, инвесторов разгрузила свои ланги. То есть, пофиксировали прибыль по длинным позициям. Снизились мы очень много, так, со 117 фигуры до 115.45. То есть, на 155 пунктов мы снизились. Это достаточно много получается. Скажем так, многие участники рынка уже пофиксировали прибыль. И теперь они низкие уровни, привлекательные уровни будут вновь рассматривать для того, чтобы набирать ланги по паре доллар-японской иена. Так, 115.50 сильная поддержка. Если пробьет, то коррекция усилится и можно будет заработать на росте от 115. Виктор, чтобы в целом нам не гадать, допустим, вот сегодня 150.58, вот в этой поддержке мы отбились. Если вы посмотрите, допустим, на часовые свечки, то смотрите, что у нас получается. У нас даже получается по терминальному времени 4 часа на часовом графике мы 115.45 минимум сделали. И затем закрыли свечку на 115.78, то есть выше уровня поддержки 150.58. По терминальному времени 7.00 мы также закрылись выше этого уровня. И минимум вновь 115.45. То есть, у нас получается, что на 115.45 появились покупки по паре доллар-японская иена. Часовые свечки два раза мы закрыли выше этого уровня. Получается, у нас крайне мало предпосылок для того, чтобы мы его пробили. Получается, что данные уровни уже крайне привлекательны для того, чтобы открывать ланги по паре доллар-японская иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. Я на них с удовольствием отвечу. Так, сегодня понедельник. Я по доллару бы дождался начала американской сессии. Там могут прийти быки, а пока, скорее всего, боковик получим. Вот, большое спасибо за вопрос. В целом, по паре евро-доллар-фунт-доллар я тоже ожидаю боковик. А вот, что касается по паре доллар-иена, то здесь, на мой взгляд, вполне возможно, что уже и до американской сессии бэки будут покупать пару доллар-японская иена. Ну, чтобы нам не гадать, лучше всего открывать позиции частями и фиксировать прибыль на 117 фигуре. То есть, оптимальный вариант открывать 115.55, 115.70. В целом, да, Николай, на этих отметках можно поставить два лимитных ордера buy и на 115 фигуру также лимитный ордер. То есть, если корректироваться будем ниже, чтобы нам не было обидно от этой коррекции, мы также сможем заработать, в том числе и на этой коррекции. То есть, коррекция глубокая, она сейчас менее предпочтительна по паре доллар-иена. То есть, шансы на нее невысокие, что мы будем корректироваться на 115, но, тем не менее, шансы есть. То есть, шансы небольшие, но они есть, поэтому, чтобы нам не было обидно от этой коррекции, мы там также лимитный ордер можем разместить и фиксировать прибыль на 117 фигуре, либо даже чуть повыше, допустим, 117.50, но перед этим лучше большую часть прибыли зафиксировать на 117 фигуре, чтобы не жадничать, а уже меньшую часть прибыли на 117.50 по паре доллар-японская иена. Также, допустим, если кому интересны мои прогнозы по золоту, американскому фонду индексу S&P 500, платине палладии, вы можете прочитать на нашем сайте в разделе аналитика. Вот я ссылку выложил в чат. Это недельный обзор на текущую торговую неделю по данным инструментам. Там описаны мои мнения и по золоту, и по платине палладии, а также по американскому фонду индексу S&P 500, потому что вопросы иногда поступают, допустим, что я думаю по золоту, по S&P 500. Вот здесь вы можете ознакомиться с моим мнением. Если у вас будут какие-либо вопросы, то завтра сможете мне их задать, и я на них с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, завтра, во вторник, 18 ноября, как обычно, в 10.30 по Москве, я приглашаю вас принять участие в вебинаре «Ежедневный обзор валютного рынка», где мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Завтра день тоже очень интересный. Завтра у нас релиз по инфляции на Туманном Альбионе, Великобритании. Также данные от института ZW по Германии в час дня, то есть данные по еврозоне. Также будет опубликован один из аффляционных компонентов, индекс самопроизводитель уже в Штатах. То есть завтра у нас будут новости и по США, и по еврозоне, и по Великобритании, поэтому день будет богат на статистику, день будет насыщенный, поэтому движения будут интересные. Завтра мы с вами в 10.30 по Москве как раз и поговорим об основных тенденциях по основным валютным парам рынка Форекс. Если вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание. Так, поступил вопрос. Вы начали выкладывать свой прогноз не с вечера, а утром. Это желание раньше лечь поспать или прогноз с учетом Азии? Но это в прогнозе не видно. Николай, что касается текущего, имеется в виду прогноз на сегодня, то здесь именно по техническим причинам получилось его опубликовать сегодня рано утром. Здесь связано не с тем, что, допустим, там пораньше спать я хотел лечь. Нет, не с этим. Просто у нас, наша компания Фрешфорекс, был переезд на новый хостинг, то есть сайт переехал со старого хостинга на новый хостинг, в этой связи возникли некоторые технические трудности, которые были решены только сегодня, и в этой связи, скажем так, я не мог опубликовать прогноз пораньше. Поэтому все технические трудности решены, и теперь сайт работает на новом хостинге, то есть на более мощном. Это все сделано для того, чтобы улучшить работу сайта, то есть чтобы все работало очень быстро и очень эффективно. Как раз вся эта работа направлена для вас, чтобы все работало хорошо, чтобы вы не испытывали никаких трудностей при работе с сайтом, и поэтому вот были такие небольшие технические трудности. Все технические трудности уже решены, поэтому теперь, как обычно, поздно вечером прогнозы будут появляться, не переживайте, все будет хорошо. Так, просто после вашего отпуска почти все прогнозы выкладываются утром. Николай, вы знаете, с вами не соглашусь. Единственное, что был один прогноз всего лишь на минувшей неделе, один утром было выложено, все остальные прогнозы были выложены как раз именно поздно вечером, поэтому здесь я с вами немного не соглашусь. Не думайте ни в коем случае, что после отпуска я обленился и не стал выкладывать прогнозы. Все прогнозы публикуются, как обычно, вечером, за редким исключением. Если, допустим, вечером поздно они публиковались, значит присутствуют определенные технические проблемы, и как только проблемы устраняются, прогноз сразу же публикован. Поэтому на минувшей неделе я опубликовал 4 прогноза, потому что вышел на работу я со вторника, из 4 прогнозов 3 были опубликованы вечером, и один был опубликован утром, поэтому все прогнозы, как обычно, публикуются вечером. Сегодня вечером также будет опубликован прогноз на вторник. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание, желаю всем успешной торговли, попутного тренда, и завтра приглашаю вас на наши вебинары в 10.30 по московскому времени, ежедневный обзор валютного рынка ФОРА. Продолжение следует...